здравствуйте дорогие друзья блять ну как можно так затягивать с роликами то ну я вот каждый раз обещают неделя через неделю следующий ролик неделя следующий ролик хуяк месяц хуяк 2 прошлым летом я вообще ничего не выкладывал то есть я только снимал ролики вылазки в контент весь который у меня выходил этот год я снимал его прошлым летом все подходит концу кубышка пуста осталась такая лайтовенькая последняя вылазка но при этом не менее интересная то есть я там попробовал новый прием для себя в стрит-арте и вот сейчас с вами хочу как раз этим поделиться поэтому предлагаю вам немедленно приступить просмотр правильно правильно помните этот момент из прошлого ролика некая полина полусухое проводит свой мастер-класс как можно самому наклепать целую серию необычных диайвайных стикеров считая на том мостике и познакомились через какое-то время решили словиться в городе и из этого получилась вот такая вот мини-волоска я так вот и узнал многие наверное узнали дорогу до бензовода кстати попали на чуваков которые фармуху там делали а перед нами стоял вопрос куда отправить все заебал не придается а не . свежая нет за кармелизирует пришла идея сделать плакат и повесить его я лично никогда плакаты не вешал и смутно представляю какие материалы нам для этого понадобится поэтому в этой истории по большей части выступал в роли наблюдателя мотал на ус так сказать в этом сезоне сам хочу попробовать плакатики нам нужно было где-то забазироваться для того чтобы просто сесть и спокойно порисовать подумали что арт-плей отлично подойдет для этого хоть он и заебал как было сказано вначале тем не менее мы нашли прикольную кафешку с открытой верандой где собственные обосновались чего у тебя есть какие-нибудь идеи чуть-чуть больше изображать держи кусочки лето спасибо закладки тоже дать что будет антистресс потому что что-то происходит что это не очень хорошее насколько я помню прямо в этот день объявили мобилизацию пока я ехал навстречу из разных углов из разных мест я то и дело слышал это слово хотя наверное в течение жизни ни разу его не слышал вот так вот в обычном слово обращение но не принимал не придавал значения не понимал к чему это все потом приезжаю бах все все поехали смотреть выставки в европу не на без шуток на самом деле стрит-арт комьюнити здорово так похудела после этих событий но дело в чем как бы тут даже не получается мне как-то собрать мысль мы сейчас ее попробуем собрать вот если так разобраться человек не может думать постоянно об одном и том же тем более если мысль довольно тяжелая такая по своему весу как бы ты лицемерно не звучало но психологическое здоровье это тоже важно ребят и арт-терапия в этом плане очень здорово помогает что я имею ввиду это не то чтобы рисовать прям что-то конкретное что-то выдуманное что пойдет в портфолио нет это то чтобы просто выключить свое сознание и набиться одна бессознательном уровне чуть покалякать а получается очень даже интересно порой можно какую-нибудь ляпку сделать небольшую хорошую тут живет как я какое у тебя образование ну ты заканчивала какую-нибудь да да я заканчиваю дождь на школу отлично но это заметно отвечаю в сириусе было два раза это президентский лагерь сочи в плане как лагерь это учебный центр для даренных детей там прикольно потому что у тебя целый месяц этих интенсивов там есть какие-то факультеты или на все подряд я была на направлении скульптуры и рисунок а вот и у нас каждый день было по 8 часов скульптуры подобный ни к чему не принуждающий подход провоцирует появление новых креативных идей и приемов которыми раньше не пользовался буквально недавно на стриме рассказывал про одну такую терапевтическую органику в портфолио она понятное дело не пойдет да это и не нужно у нее другая задача та легкость и смелость с которой ты подходишь к процессу помогает как эмоционально разгрузится так еще и результат может неплохо так порадовать одной пулей двух зайцев сезон заканчивается прямо это чувствую и все неизданные вещи издаются все нереализованные проекты реализуются и все непроданные изделия продаются если вы следите за моим творчеством то скорее всего вы видели эту работу это последнее панно из серии вот таких вот круглых объемных штукенций которые у меня осталось в наличии и я хочу его разыграть ну как обычно как мы это делали и не раз и не два и не три и все эти случаи удачно получалось реализовать всех хозяев мои изделия находили и вот сейчас пришло время попрощаться из киви ну это кстати да из киберпанка девочка думали что из головы какие вы наивные нет все спизжено блять все спизжено просто почистую но этот с этим мы тоже закончим в какой-то я надеюсь новый сезон он всегда открывает передо мной ну какие-то новые горизонты новые возможности и конечно же новые ориентиры сколько можно пиздить правильно пинтер сеткаешь хорошо но хорошо в миру надо же как-то и фантазию включать периодически а то что то с этим я тоже немножечко уже обленился а с другой стороны не хочешь срать не мучай жопу правильно правильно что вот что вам объясняют это все будет хорошо так вот задонатив от 300 рублей вы автоматически становитесь участником розыгрыша которая пройдет в прямом эфире 15 июня и это четверг если что каждому донату будет присвоен номер и при помощи генератора случайных чисел мы определим владельца банк система откатанная рабочая еще ни раз не подводила для удобства в донате укажите пожалуйста контакты чтобы я мог с вами связаться всем заранее большое спасибо пока пола сверху и мы переместились под крышу на винт завод надо доделать начатое мы же это вроде как на стенку собираемся вешать всем на обозрение поэтому надо хоть чуть-чуть постараться чтобы поприятнее смотрелось кажется это одноразовый клей ты хочешь совсем сломать ну давай просто открою тогда ты не полу не положишь обратно сумку и выкидывать придется я боюсь лей лей клей так а это наперед заглазурируем его глянцевым сделать ну здесь я собственно возвращаюсь в роль наблюдателя смотрите как это делается Занимаемся детским наивным искусством. Я не люблю наивное искусство, сказал мне баба Ваня. Но искусство это не именно самый серьезный мужчина. У меня камера в руках, а у тебя валик. Да я вижу какой у меня валик. И какая у тебя камера. Только не помню, с какой стороны. Ну, это вверх, я думаю. Ватман, конечно, довольно плотный для подобного рода забав. Нужна бумага потом еще. Иди. Чик-чик-чик. Вот моя. Вот моя. О, вот это на водной основе. Так что она сейчас поплывет. Очень нравится. Ага. Ну, оставим, ладно, ничего. Да, ну, оторву. Ее оторвут завтра. О, огонь. Все, ладно. Я не могу остановиться. Если честно, я уже соскучился по подобным вывозкам и думаю, что этим летом мы накидаем нормально говно на вентилятор. То есть, контент план уже составлен. Осталось только все громотно выполнить. Быть молодцами, что и вам, собственно говоря, желаю. А как поступают молодцы? Ставят лайк, пишут комментарии и делятся с друзьями подобным дерьмом, который я сейчас наснимал для вас. Ура, товарищи, ура! Следующий ролик будет не за горами. Обещаю вам, друзья, до новых встреч. Пока.